Рассада капусты. Такая садовая культура, как капуста огородная, была известна уже 4,5 тысячи лет назад. Источником происхождения ее является побережье Средиземного моря. В настоящее время зафиксировано более 100 видов, однако на садовых участках культивируется лишь несколько из них. В современном мире капусту выращивают практически везде, за исключением пустынных территорий Крайнего Севера. К виду капусты относятся одно-двулетнее растение. Применение их обширно от декоративных посадок до использования в терапевтических целях. По сравнению с белками животного происхождения, капусте не хватает нескольких аминокислот. Содержащиеся пектиновые вещества благоприятно влияют на стенки желудочно-кишечного тракта. Клетчатка стенок клеток капусты стимулирует перистальтику кишечника и совершенно необходима для нормального развития микрофлоры. Характерно для капусты высокое содержание минеральных веществ и витаминов, фосфор, кальций, магний, витамины АЦ, Е и РР группы ВДР. Идеально применение капусты во время диет. Ее калорийность на 100 грамм составляет 28 килокалорий. Популярные виды Подразделить съедобные виды можно по частям, пригодным для употребления. Листья – пекинская, китайская, качаная, белокачаная, краснокочаная, савойская, брусельская, цветоносные побеги, цветная, брокколи, стебель, калераби. Виды капусты Внешний вид пекинской капусты напоминает розетку из листьев. Они вытянуты, с белой жилкой, обладают волнистым краем. В разрезе качан желтовато-зеленый. Китайская капуста травянистая имеет цвет от белесо-сероватого до насыщенно-зеленого. Благодаря отсутствию качана может быть спутана с салатными культурами. Белокачаная, исходя из названия, обладает крупным крепким качаном, сложенным из листьев светло-зеленого цвета. Является самым распространенным сортом в России. Краснокочаная цветная разновидность белокачаной капусты Характерная особенность – красно-фиолетовый окрас листьев. Такая капуста более богата витаминами по сравнению с белокачаной. Краснокочаная капуста отсутствия популярности в стране савойской капусты связана с кратким сроком ее хранения. Для нее характерны легкие кучерявые листья. Маленькие качаные брюссельской капусты не превышают в диаметре 5 см. Специфический сладковато-ореховый вкус не имеет аналогов среди сородичей. Размеры качанщиков позволяют использовать сорт в консервации. На заметку, цветная капуста требовательна к условиям выращивания. Белые головки темнеют, если не закрыть их от солнца. Эти соцветия можно употреблять в пищу как в обработанном виде, так и в сыром. В отличие от цветной капусты, соцветия брокколи зеленые. Вкус ее напоминает спаржу, поэтому можно встретить ее под названием спаржевая капуста. Кальраби по внешнему виду напоминает корнеплоды, благодаря сильному утолщению основания стебля. Акрас может варьироваться от светло-зеленого до темно-фиолетового. Сочная светлая мякоть по вкусу напоминает репу или редис. Капуста кальраби, например, в области омска популярностью пользуется белокочанная капуста, краснокочанная и цветная. Основные различия между сортами Сорта капусты четко различаются по основным употребляемым пищу частям растения. Следующей отличной чертой является скороспелость сорта. Различают сорта по скорости созревания, ранее 90-100 дней, среднеспелые 100-120 дней, позднеспелые 4-5 месяцев. Выбор сорта поможет определиться, когда сажать капусту на рассаду. Также стоит определиться с целью выращивания культуры. Для использования в салатах больше подойдут сорта листовые, для заготовок и длительного хранения – кочинные. Салаты с красной капустой Подготовка семян для посадки Как вырастить капусту из семян в домашних условиях на рассаду, поможет следующая пошаговая инструкция. Для каждого сорта характерны свои сроки высадки семян, в среднем они такие, ранний сорт, вторая половина марта, среднеспелый, вторая. Декада марта Первая декада апреля Позднеспелый Вторая половина апреля Начало мая Обратите внимание, средний и позднеспелый сорта с конца апреля можно сеять в открытый грунт в теплицу, закрыв пленкой или другим укрытым материалом. Для того чтобы получить рассаду, некачественные семена перед посадкой следует отбраковать. Для этого их опускает в 3% солевой раствор на 5 минут. В течение этого времени поврежденные семена всплывут, а опустившиеся ко дну тщательно промывают водой. Для проверки дружности возревания урожая семена штук 100 укрывает влажные ткани и проращивают. Нужно ежедневно следить, чтобы ткань не высохла. Осмотрев спустя 3 дня семена, можно предположить дружность прорастания. Для высадки отбирают средние и крупные семена. После этого необходимо продезинфицировать материал перед посадкой. Самым эффективным способом считается термическая обработка в 50 воде в течение 20 минут. Важно, если температура будет ниже 48, эффекта от обработки не будет. Обеззаразить семена можно в чесночном растворе. Для этого 30 города перемолотого чеснока поместить вау стакана воды. В таком растворе семена нужно выдержать на протяжении 60 минут. Для того, чтобы стимулировать проклевывание проростков, семена на 12 часов можно замочить в воде. Раствор нитрофоский 1 час л. На 1 литр воды или древесной золы 2 часа. Лист на 1 литр воды обладает еще большим эффектом. Обязательно нужно закалить семена, чтобы повысить устойчивость к заморозкам. На сутки нужно перенести замоченные семена в условия при температуре 1-2. Для этого подойдет нижняя часть холодильника или неотапливаемый погреб. После этого можно посадить семена. Закаливание семян в холодильнике выбор и подготовка почвы. Для получения крепкой жизнеспособной рассады требуется правильно подобрать состав почвенной смеси. Идеально использовать подготовленную с осени почву, но можно подготовить грунт непосредственно перед посадкой. Для этого нужно смешать в пропорции 1-1 перегну и дерновую землю. Такой состав поможет быстрее вытягиваться проросткам. Внесение 10 столовых ложек золы на 10 кг почвы поможет обеззаразить смесь и предотвратить заражение всходов черной ножкой. Обязательно необходимо проверить кислотность полученной смеси. Она должна быть нейтральной. Важная информация. Нельзя использовать землю, на которой до этого росли репа, редис, горчица, крия, салат. Возбудители характерных заболеваний могут длительное время сохраняться в очве. Семена посеять на глубину 1 см на расстоянии 3-4 см друг от друга, присыпав сверху землей. Сроки посадки. Для того, чтобы рассада капусты достаточно выросла и окрепла перед пересадкой в открытый грунт, следует соблюсти сроки высеивания ранее. Сорта высаживаются в период 25-28 марта, среднеспелые 25 марта, 25 апреля, поздние сорта, с 1 по 20 апреля. Можно использовать лунный календарь для определения оптимального времени посадки. Посадка капусты в среднем на момент пересаживания саженцев на постоянное место выращивания их возраст должен составлять 50-55 дней. Таким образом, прибавляя 8-10 дней на прорастание семян, высаживать их нужно за 60-65 дней до переноса на грядку. Правила посадки. После появления первых всходов необходимо проредить проростки. Спустя 14 дней саженцы требуется пикировать, пересадив отдельные маленькие горшки. Обратите внимание, при пикировке обязательно углубить стебель до 7 долей почву. Капуста очень требовательна к уровню освещения. В пасмурную погоду или в условиях недостаточной освещенности дома необходимо искусственно досвечивать рассаду. Полив осуществляется по мере необходимости. Иначе семянцы могут вянуть, желтеть, засыхать и, как следствие, гибнуть. Перед пересадкой рассаду нужно закалить аре температуре ниже 8. До 60-65 дней у развития у саженцев должно быть не менее 6 листьев. Для получения хорошего урожая важно правильно делать грядки. Перед высадкой тщательно перекопать и перебрать почву. Саженцам необходимо много места, между соседними растения должно быть не менее 50 см. Лунки нужны достаточно глубокие 15-18 см. В них нужно внести удобрения, навоз, торфяной ком или перегной, древесную золу. Сверху их необходимо присыпать землей и обильно полить. Аккуратно отделив саженцы друг от друга, необходимо поместить их в лунку, хорошо утрамбовав почву вокруг стебля. После этого требуется полив 1 литр на каждый кустик. Спустя 30 минут некоторые кустики могут завалиться, необходимо пройтись по грядке, поправить саженцы и еще раз полить. Дальше приствольные круги следует замульчировать сухой землей в избежании образования ссохшейся твердой корки. Дальнейший уход Уход Рыхление почвы после посева рассады Уход составляет обильный полив. При появлении 6-7 листьев требуется первый раз подкормить перегнуем или навозом. При использовании свежего навоза следует приготовить его раствор рапорции час-10 минут. Почву вокруг растений следует регулярно рыхлить для улучшения аэрации почвы. При завязывании качана в капусту следует окучить. В ративном случае она завалится на бок и сломается. Болезни, вредители, методы борьбы. При несоблюдении условий выращивания капуста будет сохнуть и сможет погибнуть. Провокаторами выступает корневая гниль, черная ножка. При появлении черной ножки основание стебля начинает синеть. Для предотвращения появления черной ножки субстрат следует хорошо прорыхлить и внести залу. Для избавления от корневой гнили можно обработать рассаду триходерменом, специально выращенная грибница, подавляющая развитие патогенных организмов. Также для капусты опасность представляет крестоцветная бложка и бабочки белянки. Капустная белянка или капустница от белянок существует множество народных средств. Пропадают белянки после опрыскивания рассады выдержанным чесночным настоем. Против крестоцветной бложки успешно применяется препарат энтовир. В заключение можно сказать, что капуста относится к весьма неприхотливым видам, за которым не нужно много ухаживать. При регулярном уходе порадуют обильным урожаем крепких и сочных качанов.